Поговорим об экономических темах дня и на прямой связи из Нью-Йорка наш штатный экономический обозреватель Борис Кольцов. Боря, все последние дни обсуждаем поведение индекса. В какие настроения сегодня? Ром, привет. Да, действительно, сбылись предсказания аналитиков, что сезон отчетов все-таки вернет оптимизм на биржи американские. И сегодня это ярко видно. Именно под влиянием отчетов крупнейших банков, а также таких компаний, как Walmart и других, сегодня заметно выросли все биржевые индексы. В данный момент Dow Jones и S&P 500 уже преодолели отметку в 1,5% и растут дальше, а Nasdaq вырос сейчас уже на 2% с третью, то есть уже почти 2,5%. Например, Morgan Stanley банк сегодня вырос с начала открытия биржи на 4% благодаря сильному отчету, так что, в общем, сегодня все хорошо. Не могу не спросить, что происходит с моей любимой темой, ты прекрасно знаешь, и мой скепсис. Криптовалюты снова что-то все активизировались? Ну, я тебя успокою. На самом деле, они действительно, у них были такие достаточно активные сутки. Биткоин достиг очередных максимумов, по-моему, за три недели. Почти 7,5 тысяч долларов он стоил, но сейчас уже снизился и стоит меньше 7 тысяч. Но, тем не менее, было две новости, которые повлияли на рост криптовалют. Это одна, то, что американский банк Fidelity и его подразделение Fidelity Investment начал работать с криптовалютой. И вторая такая вот позитивная новость, которая всех вдохновила, это то, что одна из немногих американских бирж, имеющих лицензию в Европе, Coinbase, открыла офис в Дублине, чтобы таким образом компенсировать возможные неудобства, связанные с Brexit. То есть, их основной офис в Европе останется в Лондоне. Но для того, чтобы проводить операции на европейском континенте, они вот еще один офис открыли в Дублине. И для того, чтобы понять, какая из этих новостей важнее и, так сказать, вселяющая долговременный оптимизм, я позвал в студию специалиста по криптовалютам Сергея Гулько. Сергей, итак, все-таки, если сравнивать эти две новости, какая из них влияет глобально на будущее, так сказать, светлое будущее криптовалюты? Добрый день, Борис. Ну, на самом деле, я, если не против, я прокомментирую насчет вчерашних скачков на рынке. То есть, основная проблема состояла, точнее, даже не проблема, этот скачок объясняется тем, что люди отчаянно выходили из Тетера. Вот, выходили в Биткоин, выходили в Этериум, куда угодно выходили, но старались от него избавиться. То есть, ни больше, ни меньше. Вот, а если говорить об этих двух новостях, то, как бы, с нашей точки зрения, наверное, самая реально сильная вещь – это Fidelity. Вот, я не очень верю в Coinbase, который там пытается что-то делать в Европе, хотя почему? По той простой причине, что, если посмотреть на распределение, кто где чем торгует, то икченжи стараются как раз заходить в Америку, а не выходить. Потому что Америка является маркетом номер один. Мы знаем… Они просто расширяют бизнес, потому что, вот, например, в той статье, которую я на эту тему читал, утверждается, что как раз Европа сейчас для Coinbase достаточно активно растет. Им придется в Европе конкурировать с HitBTC, с Bitstamp, с CX, и я пожелаю им удачи в этом. Потому что, вот, все вот эти вот икченжи, которые я перечислю, включая Huobi, вот, они отчаянно лезут сюда. Почему? Потому что здесь деньги. Если вернуться к Fidelity, насколько это важный шаг для, так сказать, вовлечения инвесторов с Wall Street в мир криптовалют? Это суперважный шаг. Это то, о чем мы говорили, наверное, последние 3-4 месяца, и то, что, наконец, происходит. То есть люди начали понимать, что есть большая разница между кастоди и клирингом. То есть то, что делает Fidelity, это клиринг. Но, как бы, они сейчас делают рекламу. Например, наша компания работает с двумя традиционными клиринг-хаусами из FX. Вот уже месяца два, наверное, делаем пилотные проекты. То есть они по размерам как Fidelity. Только они не кричат о том, что они делают, они просто делают. Но вообще, то, что делает Fidelity, это вот как раз следующий логический шаг. То есть когда будет решен вопрос с клирингом, тогда мы действительно увидим огромные все вот эти вот институциональные вливания. Ну, плюс ко всему, мы все ждем СТУ. Рома, есть что спросить еще? Мне, на самом деле, всегда поражает, в смысле, мне вдохновляет уверенность людей в этой теме. Хотя я, честно говоря, пожалуй, свой аккаунт Fidelity буду держать как можно дальше от криптовалют. Спасибо коллеге Борис Кольцов и его гости из нашей Нью-Йоркской студии. Спасибо. 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 Спасибо.